Добрый вечер! О событиях дня расскажут наши корреспонденты и я, Юлия Калмогорова. Смотрите прямо сейчас. Народный фронт берет госзакупки под контроль. Авиакомпаниям пропишут задержки. Осенний гон. Звери атаковали пермские трассы. Этим занимается всего 1% населения страны. Народный фронт за Россию решило активнее использовать антикоррупционную повестку. Сегодня на круглом столе обсудили новый федеральный закон о госзакупках. Приоритеты малому и среднему бизнесу. Противодействию коррупции в системе госзакупок поможет новый федеральный закон. Этому сегодня был посвящен круглый стол общественного движения Народный фронт за Россию. Федеральный закон номер 44 о контрактной системе в сфере закупок товарок и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд граждан впервые регламентирует контроль общественности над системой госзакупок. Идется информация о проведенных всех государственных и муниципальных закупках. И в рамках этого мониторинга все участники, интересующиеся прозрачностью и антикоррупционностью проведения государственных закупок имеют возможность участвовать а в мониторинге, б в информировании контролирующих органов о сомнительных государственных закупках. Вся информация представлена на сайте зачестныезакупки.онф.рф. Он работает уже с 1 сентября. По словам организаторов, сейчас почти треть крупных подрядчиков выполняют работу некачественно. Инициатива Народного фронта привлекать в эту сферу малый и средний бизнес. На сегодня доля малого и среднего бизнеса в сфере госзакупок составляет всего 4,5%. С 1 января ее планируют увеличить до 15%. Где-то все для людей, а где-то о людях даже не вспоминают. История о том, как пермики больше суток прождали вылета из Анталии домой, получила продолжение. Обычно, как бывает, ну задержали рейс, пассажиры помучились, прилетели домой, друзьям, знакомым пожаловались и постарались забыть все, как страшный сон. Но в этот раз люди не стали терпеть. Как он летает? Покажи, Никита. Сейчас покажу. Вот так вот. Взлетай. Игрушечный самолет у Никиты летит всегда вовремя. А вот настоящий пришлось ждать сутки. Молодая семья Репетун в первый раз выбралась на море в Турцию. Но вспоминать они будут не только приятный отдых, но и долгую дорогу домой. У нас вот так и осталось, да. Вылет у нас так и остался 1 октября в 9-10. 150 человек авиарейса «Анталья-Перим», который обслуживала компания «Татарстан» на борт самолета вечером 1 октября так и не взошли. Когда люди после прохождения таможни и паспортного контроля оказались в транзитной зоне, о них будто забыли. Лишь табло говорило о том, что вылет с 21 часа переносится на 6 утра. И так мы все сидели. Начинали звонить куда-то туроператорам, представителям авиакомпании. Никто с нами не связывался. То есть там людей нет, русскоговорящих, кто нам может сюда объяснить. Вариантов было куча. Нелетная погода, сломался самолет. Версий было просто миллион. Одна из версий была о том, что еще сутки назад знали, что этот самолет не полетит. Мы не знали, где правда, где искать концы и куда нам обращаться. Спустя 4 часа пассажиров все-таки поселили в близлежащей отеле. Представители аэропорта предупредили, что вылет переносится на 5 утра, потом на 8 и так далее. Узнать причину было неоткуда. И только ближе к вечеру следующего дня самолет таки улетел из Антальи. Конечно, отдых испортили. Не только нами, испортили абсолютно всем туристам. И все возмущались. И мне кажется, мужчины были готовы драться. Люди бегают, суетятся, не зная когда что. Постоянно переносится, переносится. Еще голодные, злые все. Люди больше суток, некоторые вообще не ели ничего. Алексей и Елена собираются подать на авиакомпанию в суд. В первую очередь требуют разъяснений. И это не первый подобный инцидент, связанный с татарскими авиалиниями. Только летом этого года транспортной прокуратурой из аэропорта Большое Савино в отношении авиакомпании «Татарстан» было выявлено 6 задержек авиарейсов свыше 6 часов. Причем с нарушением всех допустимых правил. В первую очередь это размещение в гостиницах и предоставление питания. Из-за этого пострадало более 800 пассажиров. Из них почти половина дети. Согласно решению суда, авиакомпания «Татарстан» была предупреждена. То есть вынесена административное наказание в виде предупреждения. Вообще по данной статье предусматривается либо предупреждение для юридических лиц, либо штраф до 100 тысяч рублей. Помочь пассажирам злополучного рейса из Анталии не в полномочиях Пермской транспортной прокуратуры, говорит Сергей Шутов. Нужно обращаться в Уральское управление в Екатеринбурге, так как вылет был не из Перми. Только вот потраченные нервы пассажирам никто не вернет. Максим Суханов, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». Накануне в Нью-Йорке с успехом завершилась премьера фильма «Географ Глобус Пропил». На показе была представитель бюро путешествий Евразия Елена Черкасова. И вот ее впечатление. Показ фильма прошел на одном дыхании. Зал дружно переживал за героев, смеялся и грустил в тон повествованию. Фильм действительно просто удивительный. Потрясающая игра актеров, великолепная съемка и гениальная режиссерская работа. Роман Иванова исключительно сложный для кинематографа. В нем нет головокружительных поворотов сюжета, свойственных триллерам и боевикам. И при этом он абсолютно непредсказуем. В нем столько сложных, тонких и живых переживаний, в которые так легко окунуться, читая роман. Но так сложно представить визуально в кино. А режиссеру Велединскому это удалось. И удалось успешно. Не хватит слов, чтобы передать, насколько живой и интересной оказалась эта картина о герое в перманентном состоянии счастья и о герое вне времени, как обозначил главного персонажа сам Велединский. А вот это уже не кино. Пермяки продолжают воевать с магазинами, которые не соблюдают элементарные санитарные нормы. Мусор, шум, большегрузы и все это под окнами. Где же жителям искать справедливости, узнал Андрей Голдырев. Сегодня практически в каждом дворе есть продуктовые магазины. Жителям удобно. Стоит только выйти из подъезда, дойти до магазина, купить продуктов и обратно. Всего-навсего пять минут. Но иногда такое соседство может оказаться чреватым. Магазины, расположенные на первых этажах жилых зданий, не редкость. Как не редкость и другое. С фасада все красиво. Яркие вывески, ухоженная территория. Но стоит заглянуть во двор и картина совершенно обратная. Набитые мусором бачки, разбросанные картонные коробки. Мусор отсюда вывозили буквально вчера. Но за утро уже успела накопиться изрядная куча. А все потому, что весь этот хлам сюда выбрасывают не только местные жители, но и близлежащие торговые точки. А из магазина вон ящики, контейнера, вон пищаотходы, как говорится. Да это постоянно почти. Каждый день они там, видимо, сортировку делают и, пожалуйста, все это чистят. Вон и огурцы, и тут помидоры, виноград, все есть. Голуби у таких бачков постоянные гости. А еще собаки и крысы. Еще одна проблема – грузовики, которые привозят продукты. Каждый раз то ли по воле случая, то ли специально они подъезжают так, что, как говорится, не пройти и не проехать. Жителям приходится обходить эту преграду чуть ли не по проезжей части. Ну это бывает каждый день. Так что… Внимание на эту проблему мы обращаем не впервые. И где-то ситуация изменилась. Хотя бы отходы вывозятся регулярно. А вот где-то все остается по-прежнему. На заднем дворе одного из магазинов Мотовилихи наша съемочная бригада уже не первый раз. И все тоже зловоние и горы мусора. Должен быть заключен соответствующий договор на вывоз этих отходов. Обустроено место. Самовольно захламлять территорию города запрещается. Контроль осуществляется районными администрациями. Сотрудники всегда ответят на телефон. Поэтому обращайтесь. Называйте адрес. А дальше уже приедет с проверкой районная инспекция. Составит акт и выпишет штраф. За прошедший год за несоблюдение правил наложено уже свыше 7 миллионов рублей штрафов. Что касается проблемы с продуктовыми грузовиками, то она решается точно таким же образом. Через администрацию района. Система работает. Нужно лишь желание граждан. Иначе и дальше придется обходить грязь и мусор. Андрей Голдарев, Антон Кошелев, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Многие уже слышали про жуткое ДТП в Краснокамском районе. Из-за выбежавшего на дорогу кабана серьезно пострадал водитель и погиб пассажир. И это не единственный случай. Что же может заставить зверя выйти из леса? Мы спросили у специалистов. Кабаниха-манька лишний раз на улицу не показывается, разве что за лакомством. Никакой активности. А вот у ее лесных родственников сейчас непростые времена. Осенью дикие животные мигрируют в поиски кормов, говорит ветеринар Елена Бессонова. Подстегивает отсутствие, например, кормовой базы. Поэтому передвижение идет достаточно массовое. Часто случается, что заходы в город и диких животных идет, и дороги они тоже переходят. Соответственно, очень часто бывает гибель животных под колесами автотранспорта на дорогах. Накануне дикий кабан спровоцировал аварию на автодороге Краснокамск-Майский. Животное выбежало на дорогу и попало под автомобиль, который после удара врезался во встречную машину. В результате погибла женщина. Подобные ДТП с участием животных в основном случаются, когда на улице темно. Чаще всего происходит это поздним вечером, в сумерках, ранним утром, когда еще только начинается брежетерсвет. То есть это связано с суточной активностью животных. Животное кормится в темное время суток. С начала года в крае под колесами автомобиля погибло 55 диких животных. Как утверждают специалисты, виновен в таких авариях чаще всего все-таки человек. Мы вторгаемся в их среду. То есть мы строим дороги, где они жили, переходили, перемещались. Если вот смотреть опять, возвратиться к статистике, все аварии, которые зафиксированы 55, в основном это легковые автомобили. То есть скорость у которых большая. Большую скорость в скоростной режиме не соблюдают. Если вы увидели дикое животное на дороге, сбрасывайте скорость, дайте ему уйти. Объезд здесь маловероятен. Напуганный зверь начнет метаться по трассе. А в октябре активизируются не только кабаны, но и лоси. И как бы банально это ни звучало, будьте осторожны. Ничего другого пока специалисты посоветовать не могут. Дмитрий Кутевин, Руслан Пепеляев, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Каждый третий житель Германии – волонтер. Такие данные у социологов. В России поработать бесплатно готов лишь только 1% населения. Да и само понятие волонтерства в нашей стране по сравнению с Западной Европой не очень популярно. Но возможно только пока. Марине с детства нравилось помогать родителям, друзьям, близким и не очень людям. Это отразилось и на выборе профессии. Сейчас девушка учится на социального работника и руководит волонтерским центром в университете. Занимаясь подобной деятельностью, расширяешь свое психологическое поле. Проще жить с людьми. Это дело обязательно приносит пользу другим людям. Оно имеет смысл, оно имеет ощутимый результат. Это помогает, это вдохновляет других людей. В Пермском крае по данным Пермского центра развития добровольчества 18 тысяч волонтеров. Раньше их организации мелкие и крупные были разрознены. Вдобавок к этому существовала проблема непрофессионализма добровольных помощников. А неумелая помощь может быть даже вредна, считает председатель Пермского развития добровольчества Ольга Зубкова. Добровольчество – это в первую очередь работа с людьми и помощь людям. Помощь людям, которые и так находятся в трудной жизненной ситуации. Поэтому твоя некомпетентность, твой непрофессионализм, он на самом деле выходит боком и может быть такой серьезной медвежьей услугой. А добровольцы – это те люди, которые видят проблему, знают, как ее решить, с помощью чего решить и готовы это сделать. Просто так. Для координации волонтеров с 2008 года в Пермском крае стала развиваться система добровольчества. Сегодня в Прикамье более 350 профессиональных добровольческих организаций. Они постоянно контактируют, вместе обучаются волонтерству, делятся опытом, а также объединяют усилия для совместной работы. Как отмечают лидеры движения, помощь другим очень многое дает и тем, кто эту помощь оказывает. Все ждут людей, которые способны видеть цель, делать план для того, чтобы эту цель достигнуть и, в общем, показать результаты. Ребята, которые занимаются добровольчеством, они по-хорошему очень конкурентно способны. Поэтому неудивительно, что больше всего добровольцев среди молодежи. Ведь не зря гласит один из основных законов мира. Мы получаем то, что отдаем. Руслан Пепеляев, Максим Фофанов, телекомпания «Ветта». Финляндию как на дачу, кто дает советы мэру, сколько придется заплатить за курение в неположенном месте, когда вещи приносят удачу, а также что посмотреть и почитать в выходные. Об этом завтра в «Утреннем Вестнике». Успевайте посмотреть. Сюжеты и выпуск целиком можно найти на нашем сайте «Ветта.тв». Далее вас ждет прогноз погоды, а сразу после вечернего Вестника смотрите их дороги. Встретимся в 21.00. Хорошо, что вы с нами. Прогноз погоды представляет Центр стоматологии «32 практика». 32 практика. Каждый зуб имеет значение. Завтра в Перми плюс 3-5 градусов, облачно, возможен дождь со снегом. Атмосферное давление в норме, ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду.